всем привет вы на канале баранки но меня зовут карина и сегодня мы приготовим с вами вкуснейший муссовый торт черный лес начинки которого будет вишневая намилака вишневая компоте шоколадный мусс и шоколадный бисквит пандажен а покроем и торт космической зеркальной глазурью на видео я буду показывать двойную порцию в инфобоксе я укажу количество продуктов на 1 килограммовый торт и начинаем приготовление с вишневой начинки которую я буду заливать подготовленное кольцо дно я застелила пищевой пленкой бортики простелила ацетатной лентой которую легко можно заменить на плотные канцелярские файлы и по дно обязательно проложите что-то плотное у меня это дно от формы для тарта для вишневого компоте понадобится вишня я взяла замороженную вишневое пюре для его приготовления я разморозила вишню и пробила ее блендером сахар желатин и вода для его замачивания по желанию можете добавить амаретты или любой другой алкоголь заливаем желатин водой размешиваем и оставляем до набухания в сотейник наливаем вишневое пюре добавляем вишню насыпаем сахар и ставим на огонь ждем закипания периодически помешиваем помогая сахару быстрее растопиться после закипания провариваем еще две минуты и снимаем с плиты добавляем в горячую смесь набухший желатин и хорошо размешиваем наливаем алкоголь и снова перемешиваем переливаем комботе в подготовленную форму и ставим в морозильник приступаем ко второму слою начинки это вишневая намилака для которой нам понадобится вишневое пюре сливки жирностью 33 процента желатин вода для его замачивания глюкозный сироп или инвертный сироп можно заменить на мед или сахар и белый шоколад заливаем желатин водой размешиваем и оставляем до набухания а пока в сотейник наливаем вишневое пюре его приготовила сама разморозив вишню и пробив блендером наливаем инвертный сироп рецепт его приготовления я оставлю под видео и ставим на небольшой огонь постоянно помешивая чтобы масса не пригорела доводим до кипения и снимаем с огня добавляем набухший желатин и размешиваем до его растворения в высокий стакан кладем белый шоколад и наливаем подготовленное пюре оставляем на пару минут и размешиваем теперь берем погружной блендер и пробиваем массу до однородности наливаем сливки и снова пробиваем блендером достаем из морозильника вишневое компоте и наливаем сверху подготовленную на мелаку снова отправляем в морозильник до полного застывания теперь займемся приготовлением бисквита пандаже это бисквит на основе марципана получается очень влажный и сочный марципан можно взять как готовый так и приготовить самостоятельно в этом нет ничего сложного и так для приготовления нам понадобится миндальная мука сахарная пудра и немного белка для марципана а также сливочное масло комнатной температуры темный шоколад желтки и белки пшеничная мука разрыхлитель и сахар напоминаю что я готовлю двойную порцию под видео укажу порцию в половину меньше приготовим марципан миску насыпаем миндальную муку сахарную пудру и наливаем яичный белок все хорошо соединяем лопаткой кладем размягченное сливочное масло и взбиваем миксером до воздушности любым удобным способом растапливаем шоколад я это делаю в микроволновке импульсами по 15 секунд и наливаем в миску температура его при этом не должна превышать 40 градусов взбиваем миксером до объединения переводим миксер на небольшую скорость и постепенно вводим желтки отдельно наливаю стакан белки помните что стаканы венчики миксера при этом должны быть сухими и чистыми и взбиваем до пышного состояния теперь аккуратно примешиваем белки к шоколадной массе в 2-3 этапа движениями снизу вверх чтобы масса не осела муку с разрыхлителем перемешиваем и просеиваем в миску также аккуратными движениями вмешиваем в тесто выпекать я буду на противне вы также можете взять форму и выпекать в ней главное для муссового торта чтобы толщина бисквита была не больше одного сантиметра я выравниваю по всей поверхности но помните что у меня двойная порция если вы печете одинарную то по всей площади противня тесто не распределяйте иначе она получится слишком тонким на противне время выпечки у меня составляет около 10 13 минут при температуре 180 градусов но ориентируйтесь по своей духовке поверхность будет слегка пружинить а воткнутая в центр шпажка должна выходить сухой перекладываю бисквит на решетку и оставляю остужаться после того как бисквит остыл можно снимать пергамент теперь кольцом вырезаем нужный диаметр у меня это 16 сантиметров также вырезать бисквит можно по трафарету или по тарелке нужного диаметра оставшуюся часть бисквита также можно положить в пищевую пленку и убрать в морозильную камеру использовать позже при приготовлении других муссовых тортов примерно такой толщины мы и добивались достаю вишневую начинку она у меня простояла ночь в морозильной камере прогреваю бока убираю пищевую пленку с кольца и снимаю его снимаем ацетатную ленту вот такая начинка у нас получилось а пока заворачиваем ее в пленку и снова отправляем в морозильник до использования приступаем к приготовлению шоколадного мусса для которого нам понадобится молоко желтки сахар желатин вода для его замачивания темный шоколад и жирные сливки 33 процента заливаем желатин водой оставляем до набухания насыпаем сахар к желткам и перемешиваем в сотейник наливаем молоко и доводим его до кипения но не кипятим частями вливаем молоко на желтки тем самым выравниваем температуру жидкости теперь переливаем все обратно в сотейник и ставим на средний огонь и при постоянном помешивании доводим до температуры 81 82 градуса это можно определить и визуально масса не должна закипеть она станет слегка кремообразной и вы увидите не затекающий след на лопатке мы получили с вами знаменитый крем англес снимаем сотейник с огня и кладем набухший желатин хорошо перемешиваем наливаем на шоколад и оставляем на пару минут чтобы шоколад начал растапливаться через две минуты можно перемешать лопаткой и теперь погружным блендером взбиваем до состояния эмульсии оставляем массу при комнатной температуре остывать а пока отдельно взобьем жирные очень холодные сливки взбивать следует до состояния растаявшего мороженого ни в коем случае не до крепких пиков если шоколадная масса достаточно остыла и температура примерно 36 градусов то есть при прикосновении вашей ладони не горячо то можно смешивать обе массы добавляем сливки к шоколаду и аккуратно венчиком перемешиваем собирать торт я буду в силиконовой форме эклипс от силикомарт но много аналогичных бюджетных опций можно найти и на алиэкспресс или приготовить торт в кольце под силиконовую форму обязательно кладу что-то плотное у меня это дно от разъемной формы наливаем часть мусса на дно примерно половину и чтобы начинка не уплыла и была ровной поставьте мусс в морозильник примерно на 7-10 минут теперь выкладываем начинку на мусс и немного ее утапливаем вставляя вторую часть формы и наливаю оставшийся мусс хорошо потрясите форму чтобы не было пустот воздуха и мусс распределился равномерно накрываем бисквитом и тоже слегка утапливаем его в мусс оставляя на 1 миллиметр снаружи теперь убираем в морозильник минимум на 8 часов а лучше на ночь мой торт хорошо заморозился и можно доставать его из формы сначала отгибаем края затем снимаем первую часть теперь отсоединяем края у нижней части и снимаем ее полностью посмотрите какая глянцевая поверхность получилась устанавливаем на постамент для глазирования и заливаем более подробное видео по приготовлению глазури уже есть на нашем канале ссылку я оставлю в инфобоксе видео видео Чтобы добавить звезд в наш космос, я развожу диоксид титана с небольшим количеством воды А лучше водки, так как она быстрее испаряется И кисточкой разбрызгиваем на торт Космическая глазурь готова А теперь давайте посмотрим, что же получилось внутри Насыщенный шоколадный вкус мусса сменяет ароматная кислинка вишневого компоте И сливочная намилака с вишневым акцентом прекрасно дополняет друг друга Тем, кому понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Всем удачи в приготовлении и до новых встреч!